МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я на 12-м канале час новостей в студии Валентина Шемякина. И вот о чем мы сегодня расскажем. На НПЗ загорелось оборудование. Расскажем, что известно к этому часу. С легким сердцем. Он может дышать полной грудью. Кардиохирурги начали применять новую методику при проведении сложных операций. Как это отразится на здоровье пациентов? Спортивная доблесть. Я рад, что мои труды, мои заслуги оценили руководство области Министерства спорта. Амичи получили награды и престижные региональные премии. Кого отметили в этом году и за какие заслуги? Шествие длиною в несколько километров. И звезда на сцене в Кормиловке. Поздравить жителей с вековым юбилеем в районе приехала даже Ольга Серябкина. Увидим самые яркие моменты праздника. Стал третьим на Кубке Блинова. Расскажем о хоккейных перипетиях еще не начавшегося сезона. Начнем с главной новости. Возгорание на Омском нефтезаводе под контролем. Об этом сообщили на предприятии. Центр автоматической системы безопасности завода. Зафиксировано возгорание технологического оборудования. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения. И пожарная служба оперативно локализует возгорание. Предприятие работает в штатном режиме. В районе 15 часов там произошел хлопок. Как сообщают в МЧС, на место выехали 7 пожарных расчетов. Предварительная площадь возгорания составляет около 1000 квадратных метров. Также сообщается о двух пострадавшим. Ихам оказывается медицинская помощь. В жизни ничего не угрожает. К другим темам. Готовность новой линии наружного освещения по улице 21-й Амурской на участке от Пушкинского тракта до улицы Завертяева приблизилась к 40%. Специалисты подрядной организации уже приступили к установке опоры освещения. После начнется монтаж светильников. Протяженность освещаемого участка больше 2,5 километров. Это одна из самых масштабных линий, которые возводят в этом году. Всего же в 2024-м будет заново построена 41 линия. Общая стоимость работ больше 6 миллионов рублей. Ключи от внедорожника сегодня вручили бойцу СВО с позывным «Писарь». Мужчина, находясь в отпуске, написал пост в социальных сетях с просьбой о помощи с транспортом. Машина высокой непроходимости нужна для выполнения задач в зоне проведения спецоперации. На объявление отреагировал губернатор Виталий Хаценко. Глава региона взял под контроль решение этого вопроса. Автомобиль для бойца в Отечественный народный фронт передал Роскомнадзор по Омской области. И сегодня мужчина получил необходимые документы. В ближайшее время машину доставят за ленточку. Всего с начала СВО с помощью Омского гуманитарного центра было отправлено больше 250 автомобилей. Гуманитарная помощь, которая идет, мы ее видим, мы ее чувствуем, просто в ней нуждаемся. И очень благодарны, что она идет. А эта машина для нас просто подарок. На самом деле, рады все, что все ждут этот автомобиль. В ближайшее время, в четверг, уже он будет отправлен на склад в Луганске. Доставлен фурой, которая еженедельно увозит помощь. Как раз заканчивается у бойца отпуск. И в воскресенье, в понедельник, он заберет машину и уже будет передавать ее в войсковую часть. И сам выполнять на ней боевые задачи. Уникальную методику проведения операции на сердце осваивают омские хирурги под руководством опытных коллег из Новосибирска. Теперь специалисты будут применять совершенно новый метод. Другими словами, будет рассекаться только верхняя часть, а не грудная клетка. Это большой плюс для пациентов. Вмешательство будет менее травматичным, а реабилитация пройдет гораздо быстрее. С пациентами и хирургами пообщалась Ангелина Рунова. Картина, которая поражает воображение прессы и опытных хирургов областной клинической больницы. Сложно поверить, но через месяц об открытой операции на сердце пациенту будет напоминать лишь маленький шрам. Прежде такого виртуозного мастерства вживую не видел никто из-за мечей. Распахнуть ребра, как коробку. Таков золотой стандарт кардиохирургии, который между тем чреват неприятными последствиями. Такая деформация грудной клетки оборачивается огромным шрамом и часто приводит к осложнениям. Но с новой методикой пациенты забудут о проблемах, свойственных классическому доступу к сердцу. Этот пациент – жертва врожденной аномалии. Другой страдает от возрастных заболеваний. Новосибирские специалисты, за плечами которых тысячи операций и тысячи спасенных жизней, приехали в Омск, чтобы совершить в городе по братиме медицинский прорыв. И, положа руку на сердце, буквально гарантировали обоим пациентам здоровую жизнь. Все благодаря командной работе и новой методике мини-инвазивного протезирования. Становление в Омске кардиохирургии связано напрямую с институтом Мишалкина. Это крупный центр, один из лучших в Российской Федерации. Они внедряют современные методики, которые сами разрабатывают, которые приносятся с Запада. Поэтому мы уже давно к этому готовились. Ожидание оправданной хирурги областной больницы делают больше сотни операций по замене аортального клапана в год. А теперь перенимают передовой опыт новосибирских коллег. Постигают секреты мини-инвазивного протезирования при пороках сердца. Сегодня рабочее поле хирургов только верхняя треть грудины, а не целый каркас. Такая поистине ювелирная работа сведет к минимуму риск осложнений у пациентов. Уникальное событие для Омской области и для страны. Большую часть пороков можно оперировать через мини-доступы. Метральный клапан через 5-6 сантиметров. Здесь тоже через такие небольшие разрезы. Владея определенным опытом, можно подобраться к этому клапану и заменить его. При этом очень быстро идет восстановление пациентов. Вчерашнего больного, которого мы оперировали, сегодня за ним смотрели, наблюдали, то есть у него нет дыхательной недостаточности. Он может дышать полной грудью. Отныне долгие месяцы сложного лечения пациентов в прошлом. Вживление биоимплантов, замена пораженных створок клапанов и пластика родных органов станут в разы безболезненнее. Щадящее хирургическое вмешательство при лечении сердечно-сосудистых заболеваний позволит пациентам областной клинической больницы жить дольше и радоваться всем сердцем. Ангелина Рунова, Дмитрий Драпов, 12 канал. В Омске сегодня наградили лауреатов престижной региональной премии «Доблесть» за высокие спортивные достижения и вклад в развитие здорового образа жизни, почетной награды, удостоенной 15 мячей. Церемония награждения прошла в торжественной обстановке. Награды лауреатам вручил губернатор Виталий Хаценко. Напомню, премия «Доблесть» вручается по итогам достижений прошлого года среди награжденных – ветераны спорта, врачи, семьи, которые ведут активный образ жизни и постоянно участвуют в соревнованиях. Всего в этом году заявки подали 70 человек. Я, конечно, рад. Я года три назад еще пытался подать, когда выиграл первую спортакеаду среди любителей в Ижевске. Но я просто уступил в свою очередь своему тренеру Евгению Солянкину. И как бы шел к этому три года. Я рад, что мои труды, мои заслуги оценили руководство в области Министерства спорта. Премия «Доблесть» уже себя зарекомендовала юбилейная, 20-е в этом году. И обычно премия «Доблесть» необычная и всегда присуждается тем людям, не только спортсменам, но и тренерам, и учителям, педагогам, организаторам. Представителям средств массовой информации, кто в спортивной жизни участвует очень активно. Инвесторам, меценатам, предпринимателям и многим-многим другим, кто так или иначе любит спорт, развивает спорт, помогает спорту. И могу сказать, что у нас, если посмотреть про спортивные наши достижения, то количество мероприятий в спорте в нашей области продолжает расти. Также сегодня представители девяти промышленных предприятий Омска получили дипломы за вклад в развитие экономики области. Отмечу, что Омская область занимает 18-ю строчку по стране в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Виталий Хаценко поставил задачу уже в следующем году улучшить наши позиции и войти в топ-10. Сделать это можно и благодаря в том числе масштабной работе по привлечению инвесторов в наш регион. Это позволит открывать новые предприятия и создавать рабочие места. Сегодня в Омске начинается осенняя обработка от клещей в списке территорий скверов, бульваров и парков общей площадью более 350 гектаров. До 1 октября предстоит провести работы на 106 объектах. Напомню, что в течение нескольких дней после распыления химического состава не рекомендуется ходить по траве и выгуливать там домашних животных. Перед обработкой будут размещены предупредительные таблички. Омичей также предупреждают и о новой осенней волне активности клещей. Она продлится вплоть до заморозков, отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора. И если октябрь будет теплым, то клещи могут быть даже агрессивнее, чем в мае. В спячку они впадают только при низких температурах. Поэтому следует не забывать о безопасности. С начала сезона от укусов клещей пострадали чуть больше 3,5 тысяч человек. Звезда российской эстрады Ольга Серябкина восхищена теплым приемом в Омске. Об этом она рассказала в своих аккаунтах в социальных сетях. Особенно исполнительницу впечатлил десерт с ее фото, которое она получила в качестве комплимента. Напомню, экс-солистка популярной группы «Серебро» выступила на празднике в Кормиловке. В этом году район отмечает 100-летний юбилей. Праздник такого масштаба здесь прошел впервые. Самые яркие моменты в репортаже Анастасии Вишовой. Торжественное шествие растянулось на несколько километров. Сегодня здесь многие жители многотысячного Кормиловского района. С праздником хочу поздравить всех кормиловцев, пожелать процветания поселку, жителям здоровья, мира, добра. Центр притяжения – главная сцена. Сегодня здесь оркестр Омской филармонии. Не скучают и юные гости праздника. Тех, кто постарше, впечатляет выставка тяжелой техники. Мне очень сильно понравилось, если честно. Для самых маленьких огромное количество развлечений. Вот тут и карусели, выставки. Фотографируются на фото-зонах. Интересно им посмотреть, как все устроено. Народу что много. Интерес вызывает восторг. В Кормиловке такого праздника не было. Праздник богатый. А это выставки-презентации от сельских поселений. Здесь и тематические фото-зоны, и вкусные угощения, и ремесленные мастер-классы. Мы популяризируем этот вид ручной деятельности, чтобы люди не забывали. Стараемся выходить на интерактивах, показывать, как все это происходит вручную, воочию. Люди видят, очень нравятся всем. Останавливаются, прям фотосессии устраивают. Гостеприимные такие люди, все хорошие. И столько много бесплатно кормят всех. А сколько поделок. Поделок понаделали прямо своими руками. Я накупила себе даже. К празднику приурочено открытие детского пространства «Гласный дворик». Это новая детская площадка, которая дополнила пространство районной библиотеки. Проект реализовали благодаря социальной акции «Решают люди». Будем приходить, мы рядышком живем, тем более. Обязательно. Очень интересно и здорово, что в районах такое делают. Что вот эти программы, это не просто на словах, а что это реально в действие воплощается. Поэтому в этом году Кормиловский район намерен подать заявки на создание еще шести подобных пространств. Сегодня в этом муниципальном образовании работают несколько важных для региона предприятий. Это производство хлебобулочных и макаронных изделий, животноводческие комплексы. В этом году построена новая насосная станция по федеральному проекту «Чистая вода». Мы сегодня участвуем в программе на выделение финансового стресса. Мы построим в Кормиловке шесть мини-модульных котельных. Уйдем от центральной котельной и обеспечим бесперебойную подачу тепла. Это тоже для нас очень важно. Плюс, конечно, работа с дорогами, это точки роста по образованию и так далее, и так далее. Очень много проектов. Ярким финалом праздника стал концерт звезды российской эстрады Ольги Серябкиной. Олю с детства люблю, очень слушаю. Очень неожиданно было, когда я узнала, что она приедет к нам. Сразу примчалась со всех ног. Подпевала? Конечно, обязательно. Анастасия Вишова, Матвея Лемский, 12 канал. И вот какие материалы сейчас готовят мои коллеги. Смотрите в итоговом выпуске «Час новостей» в 19.30. При покупке домов обещали шикарные пейзажи и райскую жизнь, а по факту полигон для экстремального вождения. Один дождь и вот такой результат. То есть она вот еле едет, за ней плетутся следующие. Жители микрорайона, который застройщик заявлял как элитные, оказались почти отрезаны от цивилизации из-за луж. Ну вот сейчас мы жили, я зацепил даже сютнище. Поэтому не знаю, что там произошло снизу. Застройщик банкрот, а счет кооператива значительно опустел. Кто поможет решить проблему, выясняла Анастасия Донец. Город засыпает, просыпается, музей. А мечи провели ночь в компании древнейших экспонатов. Меня, например, поразила вот эта выставка золотостиков, и особенно вот эта одежда. От нее прям я чувствую, что это действительно реликвии, которые настоящие, очень ценные. Не до сна в эту ночь и юным исследователям. Я люблю всякие раскопки, ошеломило, сколько здесь их. Как будто побывал в настоящем орнитазе. Культурная программа «Под покровом ночи» собрала сотни желающих. Самые яркие моменты покажем в итоговом выпуске «Час новостей» в 19.30. Стало известно, когда в состав «Авангарда» вернутся Владимир Ткачев и Рид Буше. Об этом рассказал генменеджер команды Антон Курьянов. Между тем, ястребы стали третьими на турнире Блинова, уступили в последнем матче Сибири. Какие прогнозы делают специалисты за 10 дней до старта сезона, знает Андрей Блохин. Куда деваться от Новосибирской Сибири? Последний матч Кубка Блинова вчера в воскресенье с Сибирью. Первый матч чемпионата через 10 дней с Сибирью. Наконец, первый выездной матч. Опять же с ними прилипчивые соседи. Прилипчивый и неудобный «Авангард» проиграл новосибирцам матч на Кубке Блинова. 1-2 в овертайме. Хотя вел по ходу игры после гола Галиева 1-0. Проиграл, да и ладно, казалось бы. Это предсезонка. Не все получается в плане, наверное, тактики больше. Но на то, наверное, и предсезонка, чтобы были ошибки, чтобы можно было это исправлять. У нас как раз сейчас есть время, неделька разобрать игру. Другое тревожит. Вал травм накрыл «Авангард» этим летом. Ткачев и Буше. Два лидера атаки вне игры. Подкачев усложнее. Это сам период восстановления этой травмы. 3-6 месяцев. Наверное, позже будет понятно. Буше уже тренируется понемногу. Ждем его в середине сентября. Надеюсь, что увидим уже в играх. После матча с Сибирью лазарет еще пополнится. Туда угодили вратарь Михаил Бергин, защитник Павел Колядов. Плюс давно не выходит на лед еще один игрок обороны. Михаил Гуляев. За те 10 дней, которые стоят до старта чемпионата, кого-то из них мы увидим? Естественно, надеемся, что увидим всех. Сейчас доктор обследует ребят. Потом будут снимки. Пашка очень самоотверженно сыграл в эпизоде с его травмой. У Миши пока мы не знаем, что именно повредилось и какая степень. По Мишу Гуляеву есть уверенность, что он будет здоров к началу сезона. Вопрос, который волнует всех, будут ли авангарды еще приобретения. Топовый легионер, например, нападающий для первых двух звеньев. Или этим составом мы и заходим в сезон. Как минимум этим составом мы заходим. Ну а работа каждый день ведется. Опять же, если нам нужны будут люди, мы их найдем, те, кто нас усилит. И мы сможем это сделать. Это один момент. И последний. Евгений Артюхин, который был на турнире уже не как игрок, а как скаут одного из энхеллских клубов, заехал на кладбище к Алексею Черепанову. И это правильно. Мы должны помнить Черепанова не только в день его рождения и в день его смерти. Мы должны помнить его всегда. Уверзгляд продолжается. Далее прогноз погоды. Но все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. И о погоде. Завтра, 27 августа, в Омске переменная облачность. Возможны осадки. В ночное время плюс 9, плюс 11, днем до 20 градусов выше нуля. В районах переменная облачность, дождь, ночью 10-12 градусов выше нуля. Дневная температура до плюс 20. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба. На этом у меня все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова